С ними, да, и у нас сейчас должна начинаться третья карта. Вот так вот, на Ви vs Orange. Ну все, 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 Тоби, не кричи, пожалуйста, не кричи. Мы возвращаемся, куда мы возвращаемся? Мы возвращаемся на третью карту, тут уже огромное количество людей. На стриме тоже людей очень много. Так, так, все, пошли смотреть, что же здесь происходит. Итак, друзья, и так, и Вивер, и Лайфстиллер есть сейчас в пиках. Только Вивер в пике команды малазийской АК Orange, да, ну и Нави забирает Лайфстиллер плюс Чен. Баны стандартные, да, то есть Бэтрайдер, потому что это, черт побери, Бэтрайдер, его отдавать нельзя. Хотя, учитывая то, что Orange были на первом пике, они бы его взяли, я думаю, если была бы возможность. Ну и Визаж, это герой, которого боятся, ну, китайские Визажи, говорят, самые классные. Ну, я бы поспорил, мне кажется, что и среди наших, так сказать, отечественных Визажей есть сильные саппорты. Ну, вот, решили его все-таки убрать. И, слушайте, БХ еще забрали, да, хотел сказать Лайфстиллера, но вовремя поправился. Баунти Хантер в пике у Orange. Великолепно, великолепно. Ну, теперь надо банить. Очень странно как-то пикнули у Orange. Обычно стараются в первую очередь забирать героев, полезных героев, с которыми можно драться, да, чтобы потом на крайняк их не забанили, на крайняк их не пикнули ваши соперники. Ну, очевидно, что какая-то идея все-таки есть у Муши. Не знаю, забрал он этих героев, возможно, специально, чтобы не отдать Пупею. То есть, может, он боялся Вивера, забрал его сам. Очевидно то, что у Муши был первый пик, он забирал Вивера, и Пупей тем временем, ну, как бы, после этого забрал Лайфстиллера и Чена. В какой-то степени можно предположить то, что Вивер это контр-найкса, да, но все-таки произошло именно наоборот. То есть, сначала пик Вивера, потом пик Найкса, а не пик Найкса, а потом пик Вивера от соперника. Будем смотреть, будем смотреть. Вот тут тоже жалуются люди в чатах то, что Дота не работает, ничего не работает. Тут у Михаила, к сожалению, подобные проблемы. Хорошо, что, по крайней мере, у меня такого нет, и хотя бы какая-то есть альтернативная трансляция. Так, ну и пошли баны. Тут, конечно, тяжело мне сейчас будет угадать, потому что, вот, например, у Муши я вот вообще не понимаю, да, вот чего он этими героями хочет добиться. Потому что, ну, вот, БХ, это просто пик, что называется, вот, просто чтобы пикнуть. Пока что никакой особой идеи я за этим не вижу. Ну, как бы очевидно то, что БХ помогает, там, треками, БХ помогает, он, он, как бы, желанный герой в ганге. Очень желанный. Ну, вот, чем гангать? То есть гангать пока что, как таковым, ну, нечем. То есть, там, Вивер, он может, конечно, идти убивать на ранних стадиях, но я предполагаю то, что он здесь именно фармить будет. Так, Никса забанили. Рубика забирают для Куроки. Хороший, да, хороший герой Фуриона. Между прочим, Муши сам забанил. Хотя на первых двух картах играл Оху, по-моему, играл Фурионами, если я ничего не спутал. Он играл очень классно, вспомните только то, как он пиньками, там, блочил РСП Чену. Шикарно просто отыграл. Ну, здесь уже есть, так сказать, Баунти Хантер. Ну, кстати говоря, почему забрали Баунти Хантера? Вот Чен есть в пике у Нави, то есть можно там как-то побегать по лесам, попытаться крипов каких-то поворовать, там, Чену мешать. Ну, я не думаю то, что у БХ будет так хорошо получаться это делать. Все-таки Нави, знаете, против такого играть. И я думаю, что все-таки этот БХ будет не так полезен, как на предыдущей карте. Ну, посмотрим. Время покажет. Так, и тут все-таки снова минус шторм. Верка, которая будет либо саппортить, либо в центре. Ну, пикать Верку для центра вот так вот сразу. Ну, то есть это такой, знаете, герой называется. Попробуй угадать. То есть обычно он стоит хардлей. Потом Верку берут еще в качестве саппорта. То есть она рейнджовая, она больно бьет, у нее есть эскейп, она не так часто умирает, как тот же самый Рубик, например. Вот, но задача Кроки здесь будет в первую очередь своровать Шукучи у Вивера. Ну, и, конечно же, там какой-нибудь трек может быть у БХ. Это приятные очень скиллы, да. Вот, если Рубик сворует Шукучи у Вивера, то его убить будет тоже не так просто. Вот, ну и в конечном счете Верка может пойти в мид. То есть если совсем так вот надо будет, то есть часто, ну, частенько, не часто, частенько Верочка и в мид ходит. Вот мне вспоминается игра, как Дэнди играл на Верке, когда я последний раз видел, ну, может быть, это был не последний, может, это был предпоследний или предпредпоследний. Все-таки Верку в центре увидеть это редкость, относительная редкость, да. И вот Дэнди, помню, один Верк и даблу убивал, то есть там ЦК с Виспом против него стояли, и он просто даблкил на них делал. Это было просто восхитительно. Так, пак, пак, ну, снова пак, снова Дэнди играет паком, Сэнд Кинг, Царь Песков. Ну, хорошо, в принципе, понятно. Опять-таки, что стоит банить Пупею? Наверное, в очередной раз он уберет Темпларку. Вот мне почему-то так кажется, что Темпларка должна сегодня быть в бане последним героем. В противном случае ее мужи может забрать. Так, в первой игре лагало, говорят. Ну, я сейчас могу просто открыть X-Split и проверить. У меня 0 дропов, что как бы говорит о том, что от меня поток уходит отлично. То есть где-то там, может быть, Twitch TV лагает. Потому что на Twitch TV сейчас нагрузка колоссальная. Туда стримит огромное количество комментаторов. Смотрит это еще больше людей, естественно. Параллельно проходит какой-то зверски интересный турнир по Старкрафту, который тоже там Старкрафтеры смотрят, засунув спички в глаза, чтобы, возможно, не заснуть, как мы сегодня это будем делать. Так что Twitch TV может подводить в этой ситуации. Ну, Пупей, давай, думай. Ну, Лешрака, кстати, убрал. Просто древнейшая комбинация существует. SK плюс Лешрак за счет, ну, как бы, стан и стан сверху. Очень классно это смотрится. Ну, вот Пупей посчитал то, что Верка пойдет, видимо, в мид. То есть он решил забанить не какого-то мидера против пака, а именно Лешрака для Лайна, Виверс и Кинг Лешрак. Чтоб такого не произошло. Ну и Муша, соответственно, может убрать героя Муша. Надо убирать какого-то героя для Фаника. То есть это может быть Клокверк, это может быть, кем там еще Фаник на хардлейнах играет. Блин, я бы посмотрел на Магнуса. Первое время, когда Магнус был популярен, Фаник очень часто играл на хардлейновых Магнусов, но потом его просто подрезали, там, Скивер сделали, ну, рейндж Скивера убрали, такой хороший, и его перестали пикать, но я очень бы хотел все-таки увидеть этого героя. Ну, здесь, мне кажется, как бы Клокверк, наверное, Фаник на Клокверках еще играет. Ну что, БХ, ВР, Клок, Лоун Друид, погодите, Лоун Друид есть? Вот, кстати, Лоун Друид, может быть, еще Фаник им бы сыграл. Дарксир, Дарксир убрали. Ну, вот Тимбера решили забанить, тоже такой своеобразный хардлейнер. Может быть, Пупей бы его, конечно, бы и взял, но я ни разу не видел Тимбера в исполнении украинской команды. Странно, странно. Побаиваться, может. Шейкера тоже будет хорошо. Ну, Шейкера, это Виртус Про, по-моему, или это Нави, я не помню. Кто же конкретно? Нет, по-моему, Виртус Про так классно Шейкером ставили фиссуры на сложные, что там два раза можно было заблочить крипов под Т3, под Т3 под самой и после Т2. Там есть такой поворот, где можно поставить фиссуру и крипы не подойдут. В итоге Шейкер в конечном счете будет стоять просто под Т1 вышкой и получать свой опыт, свое золото, которое сможет он там забрать. Но опять-таки Шейкер, мне кажется, что... Ну, как бы Ченом будет играть Пупей, да, Кроки будет играть Рубиком. И чтобы Фанник играл Шейкером, да блин, нет, не будет такого. Тут самый очевидный пик для Фаника это Клокер. Вот самый очевидный. Но, возможно, Нави хотят что-то другое. О-о-о-о-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тайт Хантер! Неужто Хардлейновый Тайт Хантер? Блин, не знаю. Я бы, честно говоря, лучше бы Пака на Хардлейн отправил, потому что у него есть хороший эскейп за счет Арбы. А Тайт Хантер, он просто толстый, но неповоротливый. И эскейпа у него, как бы, кроме довольно хорошего запаса хитпоинтов, нет. Если Фанник будет играть Тайт Хантером, ну, блин, мое почтение, мое почтение Нави. Хорошо, тогда Муши нужен, да, Муши, видимо, нужен какой-то саппорт. То есть для команды Оранж сейчас вариант пикнут либо саппорта, либо мидера. Если они пикают кого-то в мид против Пака, то очевидно, что Верка становится априори, ну, как бы, саппортом сразу же. Если они пикают какого-то героя с инициацией для СК, ну, блин, точнее, даже не с инициацией для СК, а, возможно, героя, который продолжит инициацию после СК, то тогда вы... О, Лоун Друид. Ну, слушайте, так а что это вообще получается тогда? Что это за... что это... Так, погодите, Верка тогда пойдет в мид, СК саппортит вивера, БХ пойдет на бот, Лоун Друид формит леса. Вот я бы предположил, что это будет так. Посмотрим, как это будет в конечном счете. Фанник Тайтхантером все-таки играет, значит, на хардлейн пойдет точно. Может быть, агрессивный 3-топ и бот-пак. Агрессивный 3-топ или 3-пла, как ее часто называют, это очень сомнительно, потому что в пике у Na'Vi есть чен. Когда ты идешь с подобным героем на харду, ты должен понимать, что у тебя должен быть хороший контроль лесов. Если у тебя этого нет, то ты 3-плу проиграешь. И мне кажется, что Na'Vi просто побоятся это делать. Так-то было бы очевиднее всего, да, то, что как бы Фанник постоял бы один на один там с кем-нибудь, получил бы экспу, золото и пошел бы убивать реведжами. Я бы очень хотел это увидеть, но я думаю, что Na'Vi не осмелится так расставить лайны. И банально мы такого не увидим. Что такое фиссура? Фиссура это первые скиллы шейкера. Так, я еще разочек проверю трансляцию. Здесь вроде все окей, только так вот, чтобы комфортнее немножко было. И паузу. А кто паузу берет? Паузу берет SK. Мишка там ничего мне не... Хотя что-то пишет. Смотрите, дайте-ка свернусь. Посмотрю, что пишет. Майкер? Нет. Майкер, к сожалению... Майкер, к сожалению, мне ничего не пишет. Значит, возможно, разбирается по-прежнему с Дотой. Кура покажет, как играть на Рубике. Естественно. Естественно, он покажет. Паник на шейкере не играет. Я ей говорю. Что там с Мишкером? Не пишет, не отвечает. Но, видимо, проблемы продолжаются у него. К сожалению. К сожалению. Так, во сколько у нас заявлено игра Fnatic против Тонку? Надо бы глянуть. Fnatic против Тонг-фу. Играю через 25 минут. Согласно JoinDoti. Но, естественно, начнется все это несколько позже. Но эту игру я тоже, конечно же, прокомментирую. Так, ГЛХФ. ГЛХФ. Все, разбредаются по лайнам. Ставим фрикамеру и смотрим, что же из этого получится. СК с вардами. Тут все ясно, все понятно. Лоунич, что собрался делать? Лоунич, кстати говоря, собирается мид, по-моему, стоять. Слушайте, это же Куху. Куху стоит мид. Или Куксу. Я не знаю, как правильно читать его никнейм. Надо было послушать представление команд. Но он, по-моему, мидер. В этой команде не исключено, что он будет против пака стоять. Ну, ладно, посмотрим. Тут уже, смотрите, собрались в лесах команды. Но драки не получится. Инициировать просто некому. Аверка тоже, кстати говоря, закупается, как будто она в мид собралась. Ну, такой интересный у нее закуп. Блин, не знаю. Не знаю. Про вардили оранжи. Между прочим, третья карта подряд. Нави играет за Радиент и Оранж играет за Дайр. То есть стороны совершенно не менялись у нас. Фаник бежит контролить руну. Дает Нинчерсмэш, тысячечку. Ну да, Нинчерсмэш стоит всего лишь 30 маны. Так, руна на боте какая-то появилась. Ее законтролили Оранжи. Тут реген. Ты что, получается Лаундруид все-таки по центру. ВР-ка пока что на боте. А где бы х... Ой, заки... Ой, хорош! Ну, хотя, что хорош-то? В итоге. Ну, просто подольше побежит, да? Подольше побежит просто ВР-ка и все. И она, кстати, будет стоять бот, а БХ будет блочить РСП. То есть, посмотрите, опять-таки, провардили все леса, все заблочили. Хитрый очень вард сюда поставили. Еще один, посмотрите, центряк. Пупей ставит центры сюда, ничего не видит. Вот этот вард, это... Ну, как бы вот посмотрите, да? Как его найти? У него ничего нету, чтобы леса вырубить. И, в общем, Пупей снова будет адово тяжело фармить. Он получит, ну, поздний левел. Ну, Тайдхантер стоит один на один. В итоге он стоит один на один. В итоге. Но сможет ли он простоять против Вивера? Промахивается Инчерсмешем. Я просто не знаю, насколько Фанник хороший Тайдхантер. Никогда не видел этого героя в его исполнении. Ну, а Дэнди... Дэнди вот здесь старается перефармить. Против Лоун Друида тоже тяжело стоять. Он у тебя вот так вот и мишка, и руками, и... Всем код сейчас купит какой-нибудь еще Орбов вином. Вообще замучаешься стоять. Так, Чен приходит во вражеский лес. Посмотрите. Ну, а и тут его БХ находит и не оставляет в покое. Тут сколько базовой скорость? 300. А у этого пацана 315. То есть он, по идее, Пупея будет сейчас харасить. Давать пички и мешать ему. В итоге на боте хвост. Тут дабла против даблы. Слушайте, как интересно расставили лайны команды. Давненько я такого не видел. Очень хитро. Слушайте, неужели Оху... Нет, все-таки... Ой, хп-бара-то не отображаются. Ребята, бара-да, я не заметил этого. Сейчас попытаюсь переконнектиться быстренько. Бывает такая проблема с хп-барами. Вангу сейчас заметит форс, что хп-баров нет. Ну, вот видите. Лучше поздно, чем никогда. Правда, не знаю, пропали ли они сразу или нет. Так, обратно возвращаем всю статистику и ставим фрикамеру. Такой альфа-волк стратежный пришел помогать Денди ласхитить пациента. Сколько он дамагадает? Плюс 22 демоши. Круто. То есть сразу же тычка у Денди стала мощнее. Криповы добивать легче. А БХА пытается курьера подрезать. Вот он видит. Но он уже летающий. То есть не убить. Уже не убить этого курьера. Приносит этот курьер Боттл для Дендика. Ну, а руна... Блин, к сожалению, руну я не заметил. Кто еще забрал? Тут слишком поздно я подконнектился. Кстати, кто здесь фармит? СК или ВРК? ВРК, по-моему, фармит. Но это, блин, жалко. Лучше бы СК фармил. СК просто веселее. Там, когда у него даггер появляется. Естественно, он зрелищные доты нам покажет, нежели чем ВРК. Фаник четвертым уровнем стоит. В принципе, ну, как бы, естественно, крипов он не может добить так много. А, смотрите, Смоуган. Смоуган на Лоун Друида. 600 хп. У Денди четвертый уровень. То есть, у него не очень, не самый мощный проказ, да. То есть, там, на пятом, на шестом можно было бы лучше убивать. Ну, стоят все-таки крип. Есть какой-нибудь крип у Чена? Первый уровень, крипа что-то я не вижу. И смотрите, как гонит. Гонит его Денди по-крас-таки на своих тиммейтов и поднимает. Должен быть ФБ, ну же ж! Вот, Волк подошел, да. Вот какой крип у ПП. Кстати говоря, вот видите, Чену... Завардили все леса, очень тяжело было стоять ему. Нашли, видимо, Оранж, ну, контру, да. Все боятся Тупеевского Чена, но вот Оранжа смогли сделать так, что этот Чен не дает того, что он давал. Например, в групповой стадии Нави с Ченом вообще раз... Да, Нави и так, в принципе, всех убивали. Они там несколько карт просто в итоге слили. Ну, из-за того, что как-то плохо выступили против Натик первые две. Да, и потом одну карту против СЖГ Чайны, если я не ошибаюсь. Там у Тайхандра какие-то проблемы. Он там отходит под Т2. Его харасит Вивер. Ну, он тут что-то дорезает, что-то фармит. В итоге-то третий уровень имеет. Не все так уж и плохо у Оранж, хоть и не ФБ отдали. Муша на 10 крипов уже перефармливает. А у Хвоста как дела? У Хвоста 12. То есть не дают ему фармить во всю силу на боте. Апельсины. Очередной смоуганг. Снова на лоундруида. Лоундруид это пассивный мид, опять-таки. Эта пассивность может... Сейчас вы смотрите сверху. Быхат, смоуг открывается и... Или дримкойл. Или получится. Слушайте, может телепорт какой будет? Так, нюки полетели. Сайленс подняли. Тычками закидали. От Джина до Дэнди. Не, ну он, конечно... Он реген заюзал. Ой, хорош. И с полной маны входит. Ему никто не может его сбить и... Ну, нет. Вот сейчас может арбу угадает. Нет, Дэнди? Ну, там БХА отойдет. Ну, неплохо вышло. В итоге Дэнди впитал, заюзал реген. И еще остался, так сказать, при полных ХП даже. Два раза уже загангали лоундруиды. Два раза. Ну, просто... Вот сейчас еще у Чена появятся крипы какие-нибудь. Что там? Кентавром отпуливает, да? Хитер. Чен хитер. Что тут появится, интересно? Ничего. Не отпулил Чен. Пытался, но не получилось. Вроде бы по таймингу на 52 секунде. Ну, не вышло, а вот Оху сейчас заберет хосту. И побежит, возможно, в леса. Пупея убивать. Идет чекать. Ну, там Пупея из хайграунда все это заформил. Сейчас заметил Кентавра. С полными ХП открылся там. Даже попытался Пупея как-то там станом по нему попасть, но вовремя отменил. Ману не потратил в итоге. Со спины Фаник заходит. У Фаника, кстати, ревердж есть. Слушайте, коня опять сейчас его убьют. Фаник палится? Нет, Фаник не должен палиться. Или спалился. Я вот медведь, по-моему, его спалил. Ну все, БХ теперь его точно спалил. И Фаника видно. Да, вот он пришел. Загангать никого не смог. Ближе к центру стягиваются команды. Вот сюда еще, видите, подходит СК. Здесь БХ, Лондруид. Тайтхантер. Тайтхантер бежит на бот, что ли? Ну, или он на бот. И в итоге тут пытаются убить ВР-ку. ВР-ке нету Вендрана. Она на фейзах очень быстро, но умереть должна. Да, ВР-ку убили. В итоге пытаются убить еще и Нета. Нет заходит под вышку. Ну, очень растянуто сейчас выглядит Нави. Тут надо быть очень осторожными. Решили не полз... Или тут... Или Пупей. Пупей ведь сейчас поможет убить. Хорошо, убили. Ну, а БХ как не открывался, так и не открывается в данный момент. Нави пытается пропушить. У них сейчас побольше мяса за счет Чена. Поваршотами все это старается ВР-ка держать на расстоянии. Но я думаю, эта вышка недолго проживет у Апельсинов. Тем временем Лоуныш старается спушить Мит, а Фурион фармит... Откуда Фурион Вивер фармит на топе. Здесь борьба за вышку. Как раз фортификейшн использовали. У Тайдкантера есть ревенш. Надо быть очень осторожными. Пак пытался арбой под... Ну, не, он БХ не видел. Так, уроки. Заходь, поднимет. Нет, не поднимет. Не успел поднять. Но в итоге Нави вот так вот агрессивно занырнули за Т1. И смогли отогнать, подамажить и не дали задинаить вышку. Приятно. Приятно. Единственный минус во всей этой ситуации. Это два других героя Оранж, которые были оставлены в покое. И у которых появляются... Какие-то шмотки. Ну, вот, например, если Лоун еще копит на... Слушай, на Радик, наверное, копит, да? Или какие-то, может быть, попроще шмотки будет собирать. Все-таки крипов у него не так много, как у Вивера, да? И, может быть, он не успеет свой Радик сделать. Но все чаще и чаще Лоун Друиды собираются именно через Радианс. Так что и здесь, я считаю, есть смысл в этом. Главное его сделать вообще. А Виверта что будет делать? Смотрите, у него тут базилка, рингов, реген. Что-то еще тут едет. Так. Баклер. Ну, а, это... А, во! Лоун Друид будет Мекку делать. Слушайте, классно. Получается, что Лоун Ищ будет делать Мекку, чтобы хилить свою команду. Ну, очень часто перекладывают покупку Мекки на героя, который стоит в центре. Да, если Дарксир стоит в центре, он Мекку покупает. Если ОД стоит в центре, он тоже Мекку покупает. Вот. Но то, чтобы Мекку Лоун Друиды, которые стояли в центре, покупали, вот это я, наверное, не видел никогда. Так, там на топе пытаются убить Вивера. И через Рэбберш получается, посмотрите. Ну, молодцы. Мексы прямо-таки на глазах стараются лучше делать все Нави. Подходит Миша. Миша кого будет грызть? Фаника. На корне пропрется, не пропрется сегодня. В принципе, еще и Верка есть. У нее шестой уровень. Повершот третьего, шеклшот второго. Повершотом в итоге Верка ни в кого не попал. У Кроки есть шестой. Блин. У Кроки бы еще шестой уровень получить. Все было бы намного приятнее. Намного бы лучше. У Пупея только третий. Посмотрите, десятая минута, у Пупея третий уровень. Как же ему все-таки неприятно было стоять в этих лесах заварженных. Но Аркану он себе намутил. За три асиста и полученное ФБ в самом начале. Сделал Вивер Аквилу. Ну, вот, меня смущает этот Ринго Фриген, потому что... Ну, то есть, я думаю, что, может, он опять какой-нибудь худ замутит. Как любит это делать. О, инфест-бомба! Ну, таймлапс успел все-таки Жук, а? Тут Сайланс первого левела, наверное, второго, да? Если бы Дэнди имел Сайланс последнего уровня... То есть, очень часто паки прокачиваются не через Макс Иллюзори, а через Макс вот этого вот рифта, да? Как называется он в второй точке? Через Макс Сайланса. Потому что там, ну, порог урона одинаковый. Везде там 70... Ну, как бы, плюс 70 дамага на каждом уровне за каждый скилл. Просто Арба, она... Ну, ты, как бы, прокачивая Арбу, ты не получаешь никакого бонуса, кроме как дамага. Там ни КД не уменьшается, да, по-моему, да. Ни Монокост не уменьшается, ничего. А вот Сайланс, ну, там увеличивается Монокост, но зато ты получаешь дополнительные 75 сотых секунды Сайланса. Что вот в данной ситуации бы как раз-таки зарешало. Ну, или хотя бы у него там... Было бы, например... Ну, в два раза больше было бы у него Сайланс. Не полторы секунды, а три. И Виверва бы убили. Он не успел бы таймлапп заюзать. Но это более агрессивная прокачка, потому что для того, чтобы дать такой... Ну, чтобы продамажить Сайлансом, надо быть в упорах. Когда ты находишься в непосредственной близости, ну, к своему сопернику, то ты рискуешь просто агрести. Арбой можно откидываться, Арбой можно спамить, там, да, не подставляя себя. Вот Сайланс, Арба! И, ну, фейтголд хорош к уроке. Подставился немножечко Вивер. Здесь, видимо, не ожидал такой резкости от Дензи. И на мид протонулся Фаннику. У Фанника заряжен ревеш. По идее, должны Нави убить сейчас эту вышку. Лайфсиллер догрызает. Давайте посмотрим, наверное, на шмотки и переключимся уже на Нетворс. Это будет актуальнее в данной ситуации. Экспа. Ой, какой периодичность графика. Я, на самом деле, самый периодичный график за все время, ну, периодичный я не видел. То есть, очень большие колебания с хорошей частотой. То есть, камбэк то туда, то сюда, то туда, то сюда. Опачки, на топе убили Лоун Друида. Видимо, решили Нави гангать просто-напросто всю карту. И вот они замесили вышку в центре и подумали, а что бы нам не пойти поломать топ? Тут у вышки всего лишь 369 хитпоинтов, фортификейшн. Ну, хоть он и есть, но в Оранже не буду драться. Вот этот вот Лоун Друид, вот что вот он из себя сейчас представляет? То есть, пака по крипам, я сомневаюсь, что он выиграл, да? Ну, вот сколько пак просто уходил, сколько Лоун Друид в итоге фармил. Да, ну, как бы Лоун Друиды еще и гангали. Надо отметить. То есть, мид Лоун еще пока не выиграл. Это точно. В итоге, это просто абуза, да? Лоун Друид, абуза своей команде. Он мало что, ну, просто кусок мяса здоровый, да? Который бегает и хорошо, если на корне пропрется. А так у него какого-то таргет стана, там, не знаю, дамага, прокаста нету. И, возможно, она сейчас пользуется этим, вот, имея на руках реводж. Тут хороший прокаст у Тайтхантера. У пака великолепный прокаст магический. Плюс чем, который может зализывать, ну, помогать зализывать раны своей команде. Вот сейчас Лоун Друид пускается, так сказать, во все тяжкие. Ну, он побаивается, да, конечно, за Т2 далеко уходить. Так что, вот, у Оранж достаточно, так сказать, таких героев, которые не имеют прокаст. То есть, на ранней стадии как раз-таки и ценятся те герои, у которых есть прокаст. Именно этим объясняется, да, что вот, когда ты пикаешь, там, без кэри, да, у тебя, скажем, есть какие-то, ну, там, не знаю, СК, там, Лина, Пак, там, Квапа. Вот что-нибудь в этом духе. Бэйны, может быть, тоже какие-то, как Эмпайр раньше делали, тоже любили понапикать, там, таких дизейблеров жутких и хороший магический прокаст. В итоге закапывали. Пусть за 40 минут, да, когда там у вражеского кэри уже были какие-то айтемы, но Эмпайр настолько сильно перефармливали, что айтемы саппортов в разы превосходили айтемы вражеских кэри. Так, подцепить сейчас пытается Нета. Нета уходит в пески. Сайланс Арбай должны хотя бы убить здесь Сент Кинга. Ну же, хорошо, шеклшот прилетел, связал. Вы только посмотрите на этот дикий шеклшот. Реведж дает Фаник. Тут, по идее, очень приятная драка для игроков команды Na'Vi. Чена, конечно, убили, но все равно остальные, ну, так сказать, навичники продолжают давить. И вот должны сейчас в итоге хотя бы, ну, в эрочку. Гашек есть. Гашек есть. Хорошо, Фаник. Плюнул, убил. Муша, правда, бегает. Тут еще треки были. Я не заметил, сколько в итоге фрагов по трекам сделали. Пошли байбэки. Na'Vi надо быть осторожными в данный момент. Потому что... Оооо! Вот это подкоп! Ну же, поддержит ли кто-нибудь? Муша убьют! Муша уходит! Таймлабз заюзать не успел. 14 стиков у него также было в инвентаре. Ну, пака подрезали. Неприятно. Келлинг спри у него достается в эрке. Дополнительное золото. 374 золота получает в эрке за этот фраг. Ну и, соответственно, что она сможет купить? Да нифига она не сможет. 936 золота. Не так уж и много. В графиках, я думаю, очевидное вот уже преимущество. То есть, какое-то устаканилось у Na'Vi. Там 5 с лишним. Да какие 5? Там 7, наверное, да? Ну, 6, грубо говоря. Ну, 7. Все-таки 7 там. Если округлять, то 7 тысяч. По XP тоже где-то 3. 200, 3.500. NetWars приятный. Ну и Na'Vi побеждает. Что вот вышки они не потеряли. И за счет этого как раз-таки, может быть, сейчас и... Да, вот у меня чатик на Twitch.TV не работает. Поэтому я сейчас его обновлю. Ну и постараюсь как-то во время перерывов смотреть сообщения. 11.2. Это же разгром. Именно так, друзья. 11.2 это жуткий разгром. И тут как бы у Orange огромные проблемы. Я считаю. Лоун Друид Мекку свою никак не доделает. Полезность Лоун Друида на этой карте я ставлю под сомнением. Причем такое прямо дикое сомнение. Я считаю, что лучше бы какую-нибудь... Но любого героя, который стоит против Пака. Опять открывается Вивера через МФС-бомбу. Ну тут байт был на The Silence. Все это брать. Царь Песков там подкопал. В итоге выходит Лоун Друид. Не знает, кого фокусить. На корне не пропирается. Ударил он хвоста Разулю. Дэнди под треком. Дэнди под треком. Но это не сильно пугает игроков команды Na'Vi. Потому что... Ну вот тем более, кстати, брать Лоун Друида против Наикса. Ну... Очевидно то, что как бы Наикса, он в определенных смыслах полезный герой против Лоун Друида. Потому что он отгрызает очень жирные куски за счет своей пассивки от медведя. От любого причем медведя. И от маленького, и от большого. Ну, все. Вот еще одна вышка для Пака на этот раз. Сейчас Дэнди что-нибудь продаст, да? И что-нибудь купит. Как говорил Матроскин, кажется. Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Но здесь немножко не в этом смысл, да? Не то, чтобы у Дэнди не хватало денег на что-нибудь ненужное. Ему как раз-таки хватает денег на... Ему слота не хватает для ультимейт Орба, который мы не опадем, чтобы сделать Хекс. Тут что-то БХ хочет, пристает, не знаю, со спины мушек готов вот. Ну, блин, у него вообще, кстати, шмоток не прибавилось. Он так... 0.5 у Вивера, 0.5! Он не имеет в инвентаре ничего, чем можно было бы убить. Подкапывается к уроке, своровал он МПЛ у СК. Такой сварм какой-то своеобразный, мол, вот вам, ребята, жучков пофармите еще там по 40 золота приблизительно, за каждого жучка вам дадут. Вот, ну, подфармите, а то вы как-то не очень хорошо у вас по нетворцу. Все показалось Виверу. Ну, шучу, конечно. То есть, просто пытался как-то сделать так, чтобы Na'Vi отошли от хайграунда, но это их, естественно, не остановит. Украинская команда продолжит свою атаку, вот как только подойдут клипы и увидит возможность это сделать. Ну, СК так и не разультился ни разу. То есть, опять-таки, саппорт такой, который не получил золота, у которого, ну, вот видите, у него по нетворцу как все плохо. То есть, он не может так хорошо саппортить, как какой-нибудь Чен. Так, так, подцепили, подцепили БХ и убили. Вот и все. Сейчас будут Na'Vi драться. И медведи, медведи, медведи грызут, грызут, подкопали, медведи теряют. Лоундруид у него есть, конечно, новый, но это 3 сотки золота. И 3 сотки золота, это вам не мелочь по карманам. Оооо, реведж от Фаника, залетает Дэнди, дает Сайланс по двоим, Арбаб по двоим тоже. В итоге здесь подкапывается. Ой, ну, смотрите, как хорошо все делают Na'Vi. Правда, сейчас надо немножечко перегруппироваться. Курокис воровал ульт-СК, пытается надамажить побольше перед смертью. Хвост грызет Вивер, Вивер уходит, новый Мишка. Конечно, дамаг наносит, подходит БХ, вешает треки. Надо Na'Vi срочно перегруппироваться, но они пытаются развернуться. Сайланс будет, ББХ, Сайланс попал, Арбой. Убили Чен, нет, Чен все-таки нюком его убил. И таймлапс, вовремя заюзал таймлапс. Там уже Вивер умирал практически. Хвост замахивался лапкой своей. Мог бы умереть, конечно, от этой тычки. Ну, хайграунд-то стоит все-таки, как бы Na'Vi не нагибали. Там и сзади Муша его просветили. Сайланс! И опенваут, Сорба, и минус Вивер. Байбеки-то есть? Байбеки и байбеков нету. 32 секунды надо ждать Вивера, чтобы байбекнуться. Но смысла в этом, как вы понимаете, мало. Потому что он через это время уже сам заресается и придет сюда драться. Придет сюда воевать. К этому времени Т3, возможно, упадет. Na'Vi прокастовывают все Арканы. Дают маны друг другу. Куроки что-то своровал. О, Эпицентр еще один своровал. Ты посмотри. СК даже... О, СК умирает. Все, здесь точно. Мега, правда, пошла. Обрывается фаник. Да, я вот... Венчер Смэш разультился. Куроки и, по-моему, в таверну уходит. Да ладно, Лаундри, ты что, не умер, что ли? На, на по хребту. Венчер Смэш убили. Дэнди по трекам уходит далеко. ТП-аут жмет, но он по трекам в итоге. И нет, все-таки его убили. И Куроки тоже. Ну зачем вот этот вот полет Бобраут? Нафиг он нужен, я не пойму. Na'Vi. Вот неужели так хотелось убить кого-то? Почему нельзя просто взять и сломать Т3? Почему нельзя просто отойти, перегруппироваться, убить Рошана, спушить бот, спушить топ? Чего они добиваются? Они сейчас вдвоем умерли, или втроем даже они умерли под треками. Я не видел, Чен Байбэк что ли делал или нет. Потный Джонни там приз какой-то даже получил. Представляете? За эти фраги. Ну. Я бы не лез бы под Т4, только чтобы потному Джонни не досталась шмотка. А если он, кстати, смотрит этот стрим? Черт зря, наверное, так. Ну, в общем. Полет был явно плохой, потому что... Ну, вообще, не полет Бобра, полет Шмеля, говорят, да? Как-то Кулер говорил, полет Шмеля. Ну, все-таки трансляция должна быть с Майкером. Я решил, что полет Бобра будет актуальней. Там треков навесили. Там трек, правда, первого уровня был. Ну, как бы БХ, я думаю, рад вообще такому раскладу. То есть золото ему приползло там немало. Насыпали. Тут барабаны, 10-й левел. Смотрим на Творс. Конечно, статистика у Нави очень хорошая. Они там на топе пытаются убить ВР-ку, которую... Ой! Убили все-таки! Ну, там Интерсмэш все-таки физдамаг, да? Больно бьет у ВР-ки. Там как раз-таки Вендран кончился и... Да, да, получилось. Получилось убить ВР-ку. Сплитуют, и бот сплитуют, и топ ломают, и фраги делают Нави. Ну, конечно, эта отдача вряд ли изменит. Исход третьей карты в пользу малазийской команды. Но это лишнее. Явно лишнее. Тем более, что Орнж собирается 10. Это все подкапывается. Царь Песков подкапывается просто отвратительно и умирает сразу же. Вот это рэвэдж полетел! Хорошо, СК. Ну, убить хотя бы его надо. БХ тоже надо забрать. С фарм пошел, Вивер обрывается. Фаник делает даблкил. Там петухи машут крыльями, задувают, мешают уйти. И там дамаг наносят очень приятный. Ну, вот Нави смогли сделать два фрага. Дэнди врывается чуть дальше, чтобы, возможно, кого-то подцепить. Продает дэндик все-таки 0 талисман. У него был 0 талисман. Боттл, телепорт, стики, блинкдаггер и ПТ. Да, сейчас у него, кстати говоря, уже 2700 золота. То есть хватит на мистик став еще. 800 монет, ну там чуть меньше. Ну там 875, по-моему, войдстоун стоит. Да, именно так. И у него появится долгожданный Хиггс, который позволит дизейблить вот этих вот виверов, в которых нет ни Линки, ни БКБ. Муша понимает, что тут либо БКБ, либо отдавай карту. Вот он сейчас и собирается сделать это БКБ. Но главный вопрос, успеет ли? Успеет ли? Говорят то, что подлагивает. Не знаю, ребят, что вы подразумеваете подлагами. В Дота ТВ порой бывают спайки. Может быть, вы это расцениваете за лаги. Но вот у меня сейчас на эксплите лагов 0. То есть тут, скорее всего, не моя вина и не ваша тоже. Скорее всего, это Твич ТВ, который вот сегодня уже показал, так сказать, свой оскал. И уже в некоторых моментах даже падал. Копали медведя. Медведя будут убивать. Подняли. Он пол хп потерял. И, ой, слушай, может и убьют, блин. Был бы здесь хвост. Он бы, конечно, показал ему, где раки. Ой, да ладно, Дэнди врывается. Убивает все-таки на арбу. Уходит на арбу Дэнди. Хорошо. Мана полная. Хекс есть. Что-то там продал. Кираса у хвоста. С этим можно просто пойти и закопать. Посмотрите, два Блинк Даггера. Кираса, Армлетт, Мека, Хекс. Три Блинк Даггера. Лол, какие два. Сейчас подцепим. Ой, Хекс в Эрочку. Все, Хекс умирает. Получилось. И Медведя снова пытаются убить. Это, кстати говоря... Да, если убьют его, то уху не будет больше. Ой, плюнул. 115 хп осталось. Посмотрите, как повезло. Но он, правда, какое-то время должен будет провести у Фонтана, чтобы получить, ну, полное хп свои. А в это время Навик ломает бараки. И ломает их очень успешно. Инфест-бомба. Залетели. Убили двоих. Очень четко Нави. И вернулись обратно на бараки. Вот так и надо делать. Х просто пишет. Джи-джи. И ребята отправляются в лузера. Я имею в виду малазийскую команду. Ну, молодцы Нави. После такой отвратительной, я бы даже сказал, сыгранной первой карты они собрались. И, на мой взгляд, самая потная была для них вторая игра. Потому что там уже, ну, поначалу было видно то, что у Чена проблемы. То, что Оранж стараются давить. То, что Оранж пытаются атаковать. И в какой-то степени у них даже получилось поначалу это сделать. Но потом Дэнди показал, что такое наш, собственно, отечественный пак, который врывается, уходит, наносит кучу дэмэджа. То есть, казалось бы, он такой хлипкий герой, но настолько классно им играет Дэнди, что в некоторых местах не подставляется банально, а в некоторых моментах очень легко уходит. Ну что, давайте на стрим посмотрим, что тут. Это, по идее, Тоби и Вагамама тот самый. Да, там говорят. Говорят тут о встрече Na'Vi и Оранж, там, по-моему, на Первом Интернешнале, или что-то такое. Во сколько Тонгфуфнатик? В ближайшее время должны начинать. То есть, сейчас нам Джоэн Дотта подскажет. О, через 27 минут. То есть, сейчас будет представление команд, сейчас будет обсуждаться, ну, как бы, игра, которая, ну, должна начинаться. Я сейчас пока что свернусь и посмотрю, что пишут мне в скайпе. Я же, ну, что-то, там, на ней, да, перевернула команда. Он говорит, я вам сказал, да, 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 да. Да, да. Я тебе, в принципе, я вам сказал, да.